Всем привет! В этом видео я хочу вам сегодня показать свои фавориты. Девчонки, если вам будет интересно, я хочу просто добавить такую некую изюминку, да. Я буду показывать какие-то свои фавориты, и помимо фаворитов я хочу в этом видео показывать открытие именно этого сезона. Как вы уже заметили, я в принципе снимаю не каждый месяц фавориты, я так делаю уже давно. Но мне наскучилось снимать за каждый месяц, допустим у меня бывают 3 месяца одни и те же фавориты. Какую-то одну вещь я не хочу показывать за месяц, правильно. Поэтому мне-то и надоело снимать такие видео за каждый месяц. Мне кажется они не интересны и не имеют смысла. Да, если бы мне конечно приходили на обзор кучи продуктов каких-то, то у меня бы все менялось каждый месяц. Тогда был бы смысл снимать это видео. Но так как я все покупаю за свои деньги, все покупаю сама, я не покупаю какое-то обширное количество продуктов. Я покупаю только то, что мне нравится, правильно. И это не в каких-то таких мега количествах. Но сейчас мне тоже как-то немножко кажется бессмысленным и немножко наскучило за каждый сезон снимать именно фавориты. Как бы не наскучило. Я люблю снимать такие видео, я очень люблю смотреть такие видео. Мне очень интересно, чему отдают девчонки предпочтение. Может быть какие-то новинки. Может быть в покупках какое-то средство вам не понравилось, да, при его первом знакомстве. А потом оно стало фаворитом. И для меня эти видео очень важны. Я исходя из этих видео, из просмотра таких видео, я выделяю что-то для себя. Буду я покупать эту вещь, хочу я ее, не хочу. Поэтому-то я и хочу сделать видео более интересным, более каким-то открытым, информативным. Я не буду говорить, что вот это средство, как заявлено, будет делать то-то, то-то, но оно не делает. Или делает только то-то, то-то, а того не делает. В общем, я так не буду делать. Я хочу вам просто рассказывать о тех средствах, которые мне действительно нравятся. Может быть какие-то разочарования буду включать в такие видео. Не знаю пока еще. Пока разочарования именно конкретных. У меня таких вот, чтобы это была моя хотелка и чтобы она меня очень разочаровала, пока такого не было. Может быть я просто забыла и не помню, не знаю. В общем, вспомню. Обязательно, конечно же, включу такие продукты в такие видео. Но к чему я веду? К тому, что я хочу просто это видео немножко переименовать не фавориты там за сезон, за осень, за лето, за какие-то другие сезоны. Я хочу просто обозвать это видео фавориты и открытие того или иного сезона. Потому что бывает в некоторые сезоны у меня есть какие-то открытия. Именно в этом сезоне я попробовала что-то определенное, да, и оно мне понравилось. Я хочу отнести этот продукт именно к определенному сезону. Потому что именно в определенном сезоне я им, соответственно, и пользовалась. Мне кажется, так будет очень хорошо. Потому что именно этот продукт, вы будете знать, что он именно хорош для этого сезона. Теперь эта рубрика будет называться «Фавориты и открытия», может быть, плюс лузеры и разочарования определенного сезона. На данный момент я снимаю видео и хочу вам сегодня рассказать о фаворитах и открытиях именно осеннего сезона. Я надеюсь, вам такое видео покажется довольно-таки информативным, полезным, и вы меня поддержите. Я очень редко показываю какие-то некосметические вещи в фаворитах. Но как-то время течет, меняется. И, честно, косметика у меня уходит немножко на задний план. Как-то это все остается не таким ценным и не таким интересным. Ну и не буду долго таить. У меня был в фаворитах осени вот этот вот свитерок. Вот этот свитерок я показывала в видео про покупки осенние свои. И цвет этого свитера передается на камеру неправильно. Он передается так же плохо, как и помада моя любимая, матовая, новая. На самом деле он именно бордового оттенка такого, даже, можно сказать, темного довольно-таки. И за это он мне очень нравится. Я знаю, что этой осенью такие цвета были очень модны не только в помадах, не только в каком-то макияже, но и в одежде. И не могла просто пройти мимо этого свитера. Я даже не предполагала, что он станет моим фаворитом. И да, следующее, что я хочу вам показать, это будет жарф, палантин. Я не знаю, как это назвать. Наверное, это палантин, потому что он идет именно полностью квадратный. Я его просто так складываю, скручиваю в бублик такой и окутываю символ. Ну и еще одна моя любимая вещица, которую я таскала всю осень, это вот такой рюкзак. Я, честно, просто вот от него в восторге была, хотя, когда приобретала его, я сомневалась, что мне он понравится за счет вот этих вот лямок, потому что они тонкие. Я люблю более такие широкие и с широкими намного удобнее ходить, потому что вот эти вот тонкие лямки, они передавливают плечи, передавливают одежду, могут даже где-то ее деформировать. Но, честно вам сказать, я просто в восторге от него. Цвет у него такой вот именно осенний-осенний, это действительно, на мой взгляд, осень. Также еще я не знала, показывать обувь или нет, потому что, в принципе, она была моим фаворитом, но недолгое время, потому что я носила эти вот ботильоны только в теплое время года. Сейчас я их не ношу, они не утепленные, они идут без какого-либо меха, без какого-либо подклада, просто обычная ткань тонкая внутри. За счет такой формы они очень удобны, может быть, кому-то покажется это просто вот, ну, какой-то безвкусицей, да, чем-то таким уродским. Но, уверяю вас, это просто ботильоны моей мечты. У меня настолько удобных ботильонов никогда в жизни не было. За счет такой подошвы получается, что они удобные. За счет вот расстояния каблука от самой вот ступни, мне кажется, именно стандартное, какое должно быть действительно. И сам каблук невысокий, и я каблуки давно уже не ношу, может быть, года два точно. И честно, когда я на них встала, мне показалось, я такая высокая, мне показалось, я так давно не ходила на каблуках, но все равно я быстро к ним привыкла, очень быстро. И знаете, то чувство, когда ты в магазине меряешь обувь, да, приходишь домой, тоже все клево, все супер, а выходишь на улицу и понимаешь, что они тебе жутко натирают. Во-вторых, они жутко неудобные, у тебя жутко устают ноги, ты просто не хочешь их больше. С этими у меня такого не было, честно, я просто вот в восторге. Ну и, конечно же, куда без косметических каких-то фаворитов и открытий, потому что, ну, без этого никуда. В любом случае, косметика это неотъемлемый какой-то атрибут в нашей жизни, в моей жизни в частности. И дальше не забыла, еще одна некосметическая вещь, которая у меня была в фаворитах, это наушники. Такие наушники от Молекула, я вам их показывала в своем влоге, обычные наушники для телефона, в общем, для планшета, неважно для чего вы их приспособите. Они идут обычные, с вот такими маленькими ушками. Почему они были у меня в фаворитах? Потому что это самые клевые наушники, которые я когда-либо только слушала, ну, кроме больших. Именно вот из маленьких это самые хорошие наушники. Никогда не думала, что у меня когда-либо в фаворитах будут наушники, но я их не выпускаю из рук. Ну и теперь уже 100% переходим к косметике. И первое средство, которое я хочу вам показать, это Lumine. Тональная основа, действительно, это мое открытие осенью, потому что я именно осенью и купила первый тюбик этой тональной основы, потому что на осень у меня кожа немножко меняется, именно цвет кожи. И поэтому я, в принципе, ее и приобрела по многочисленным отзывам. Купив ее, я нисколько не пожалела, честно. Она, конечно, тяжелее, чем CC крем, BB крем, это понятно, потому что это тональная основа. Но эту тональную основу можно разбавлять с тем же CC кремом, BB кремом. И она нисколько не становится при этом хуже. Я, правда, с другими марками не пробовала. Я именно пробовала с Lumine CC кремом. CC кремом, эта тональная основа, она просто вот работает на все 100. Суперски они сочетаются и дополняют друг друга. На многих фотографиях и на многих видео, где я с этой тональной основой, мое лицо выглядит просто как отфотошопленное. Хотя у меня куча недостатков. Вы знаете, что я просто вот, ну, люблю сладкое, я сладкоежка. И последнее время я просто вот себе ни в чем не отказываю. И, соответственно, из-за этого у меня куча высыпаний, куча прыщей. Эта тональная основа нисколько абсолютно не подчеркивает никаких вот недостатков. Она, наоборот, даже вот мои расширенные поры вот здесь вот, она их как-то сглаживает, затирает. Вот, честно, ну, я лучше пока еще ничего не пробовала именно из тональных основ. Ну и куда же в косметике без консилера? Консилер у меня в фаворитах Ariflame, который называется Studio Artist Concealer. Я им пользовалась давно уже. У меня старый тюбик уже в пустых баночках. Это новый, и он немножко в светлом оттенке, он как раз подходит именно на период, вот, переходящий осени в зиму, вот, как-то так. Почему он мне нравится? Потому что он увлажняющий, потому что он не пересушивает кожу, так как в такой вот зимний период, да, отопление, печки в маршрутках, в автобусах каких-то, да, в машинах, неважно. Без того кожа у нас пересыхает. Этот консилер меня спас в прошлом году. В этом году я очень рада была, что нашла его, и, соответственно, в этом году он меня тоже должен спасти, просто обязан. Ну и также куда без помад. Помады этого осеннего, так сказать, сезона, именно вот этой моды осенней у меня были соответствующие. И в фаворитах у меня вот такие две помады. Одна у меня от Bourjois в седьмом оттенке, знаменитая ихняя, она именно розовая идет, ярко-ярко-розовая. И вторая у меня от Belor Decision, матовая помада тоже жидкая, в таком красном тоже глубоком оттенке. И, девчонки, мне, кстати, интересно, вы вообще любите такие какие-то яркие оттенки, не только осенью, а вообще в какие-то разные времена года? Может быть, у вас есть какие-то определенные оттенки, которые нравятся вам в определенное время года? Может быть, вы вообще не пользуетесь какими-то определенными цветами? Вы любите бесцветный блеск, либо вообще пользуетесь просто бальзамом? Мне интересно, какое количество девушек вообще может себе позволить не финансово, а именно в плане вот выйти на улицу с каким-то ярким оттенком. И при этом чувствовать себя более-менее комфортно. И мне интересно, какое количество девушек вообще пользуется темными помадами, и яркими помадами, красными помадами. Потому что с этой модой, мне кажется, не все понимают немножко эту тенденцию, эту моду. Если тебе не идет, но это модно, то, мне кажется, не стоит носить это. Если мне, допустим, что-то не идет, я не буду носить. Вот, к примеру, да, молодой человек меня так засмущал цветом этой помады. Хотя я один раз, выходя на работу, хотела накраситься ею, но потом просто вот у меня такой щелчок. И я понимаю, что, Полина, ну просто куда? Куда ты собралась ею намазаться? Ты что, звезда красной дорожки? Я не знаю, там еще что-то. В общем, да, это не к месту, и нужно вовремя понять это, не опозорившись. Вы посмотрите, эксперт тут такая сыскалась, тут давай всем рассказывать, как нужно, что нужно носить. Давайте, слушайте меня тут побольше. Один вариант у меня это парфюм, и второй вариант это туалетная водичка. Эти два варианта очень пряные, и мне их очень хотелось ощущать именно осенью на себе. Вот как осень только началась, вот как я приобрела эти ароматы, я ими пользовалась без конца, без края. Пользуюсь ими до сих пор, честно. Вот это фаворит из фаворитов именно на осень. Первый аромат у меня кокосовый, куда без него. И, как вы видите, я уже так довольно-таки много использовала. Балдею от них, они бюджетные. Ну, миллилитраж у них, конечно, в принципе, маленький. Можно было бы и побольше сделать. Что-то мне кажется, что я там какая-то темная. Следующее, это у меня Деметтер фирма. У меня это брауни. Запах брауни, он такой вот тоже пряный. Именно пахнет тестом, вот именно, может быть, корицы там точно не ощущается. Ну, вот именно с добой этой и сахарной пудрой. Ну, и последняя вещь, которая мне понравилась этим сезоном осенним. И этим сезоном осенним она для меня и была-то, в принципе, открытием. Это средство для умывания под названием Ангел. Я долго раздумывала, брать не его или не брать. И выбирала долго между Аквамариной и Ангелом. Я уже об этом упоминала в видео о покупках. Оставлю где-нибудь здесь ссылку. Либо в описании. Видео там, конечно, короткое. Потому что говорить, ну, не о чем. Абсолютно практически не о чем. Потому что это, ну, бесподобный продукт. Я его буду покупать и дальше. Именно на холодное время года. Аквамарина, я слышала, она немножко имеет свойство подсушивать кожу. Поэтому я Аквамарину в любом случае возьму на весенне-летний такой период. Но всем советую, попробуйте. Эта умывалка, она не смывает макияж. Потому что ее нельзя наносить на глаза. Состав. Почитайте состав. И из-за этого состава, из-за того, что там есть такие мелкие, такие немножко крупинки. Но они не скрабирующие. Это 100%. Они очень мягкие, деликатные. Но все равно за счет них нельзя на глаза наносить это средство. Потому что оно может повредить, как-то навредить и нашей тонкой коже под глазами. Соответственно, еще вступит в реакцию с нашими глазами. И не дай бог они еще повылазят. Я делаю как? У меня есть умывалка, которой я пользуюсь повседневно. Да, просто смываю макияж. Либо пользуюсь миндальным маслом на ватный диск. Выдавливаю несколько капель миндального масла. Снимаю тушь, тени с глаз. И могу еще по лицу немножко пройтись. Там вот губы вот такие. Я стираю тоже миндальным маслом. И после этого я наношу свое обычное средство для умывания. Уже снимаю весь тон с кожи. Могу пройтись еще дополнительно этим же средством и губкой. Конжаковая, неважно какой. Потом уже наношу вот это средство. Это средство, оно делает кожу мягкой. Такой, немножко какой-то такой напитанной. Очень хорошее средство. Нисколько не сушит кожу. Абсолютно вообще никаких негативных эмоций. Поэтому это средство у меня и в открытиях, и в фаворитах. Продолжение следует...